друзья всем привет как я и обещал вам в прошлом своем видео следующему и репортаж то есть сегодня будет из парка имени макса ашмана этот парк вот именно вот это вот вход со стороны островского он еще был построен дай бог памяти 2014 году то есть 10 лет назад этот парк запланирован был к реставрации ремонту и вот прошло 10 лет сейчас идет октябрь и к двадцатому числу обещает этот парк закончить ну что ж посмотрим что там готово уже наверное почти все пока мы идем по дорожкам этого парка я немножко расскажу вам о его истории хотя вот два года назад я снимал здесь делал репортаж можете посмотреть чтобы сравнить чем отличается сегодняшний этот парк что тут сделано и прошлое но тем не менее напомню историю тем более мои подписчики спрашивают почему мол такое название парка почему не переименовали история это уникальная история интересная вот в кёнигсберге этот парк был основан в 1903 году именно тогда немецкий предприниматель макс ашман завещал свое имение городу а также 100 тысяч марок на его обустройство единственным его условием было оставить парку название его имя макс ашман вот с тех пор этот парк так и называется парк постепенно развивался в кёнигсберге и к тридцатом в середине тридцатых годов он был прекраснейшим местом кёнигсберга для прогулок в центре парка был было озеро сейчас это озеро носит название лесное там было оборудование места для купания ну после войны этот парк запустел озеро лесной использовалась танкистами для подводного вождения насколько я знаю верно это или нет там по дну ездили а потом вот долгое время он таким диким был люди сюда приходили жарили шашлыки все было заросшим никаких дорожек но посмотрим что сейчас вот видите детская площадка здесь футбол малышей играет сегодня у нас понедельник тихо немножко пасмурно хотя с утра было солнце ну что давайте пройдем дальше посмотрим что мне покажу что там сделано дойдем до самого озера парк можно зайти не только со стороны островского но со стороны ефрема вот сейчас я показываю такой небольшой мосток через канаву это вот улицу ефремова там с нее тоже можно зайти в этот парк но чуть-чуть мы прошли подальше обратите внимание какие дорожки тут красивые выложены и ведут они извилистой тропой такой по фэншую деревья генают ну вот эти деревья они достаточно такой толщины не знаю вековые наверное ну давайте пройдем по этим дорожкам обратите внимание вот все деревья пронумерованы то есть они поставлены на учет вот обещал город для этих целей учета деревьев заказать бирки пластмассовые по крайней мере не знаю как здесь вот в центральном нашем парке точно обещали на всех деревьев повесить такие бирки на большой высоте конечно метра три там будет не только номер ну и название породы дерева а здесь вот пока так красочкой вот такой-то у нас рык канава насколько я понял за озеро они еще не взялись ну видимо как всегда не хватает средств хотя направили бы средства которые использовались для сноса дома советов на парк макса ашмана никто бы против не был постоял бы еще думал советов и здесь облагородили бы очень живописный вид сейчас я прерву сделаю фотографию и обложки ну сделай фотографию идем дальше как я уже говорил вот здесь можно увидеть вот по этой тропинке цена грязная да но все равно вот камешки остались это же остались от тех дорожек которые были в кенигсберге еще попытаемся подойти к озеру лесному посмотрим что там вот по живописной такой тропинке подошли мы к озеру лесному вот такое озеро ножа все заросшее тут конечно его надо чистить надо чистить это немалое средство ну давайте вот так потихонечку обойдем ну а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот все заросло, озеро... Здесь раньше плавали лебеди, сейчас не знаю, есть они или нет... Вот такие живописные виды открываются с этой стороны... На эту горку мы, наверное, не пойдем... Продолжим обход вокруг озера... Ну, с одной стороны, конечно, то, что здесь оставили в покое это озеро, может быть и хорошо... То, что такой первозданный вид тикой природы, живой природы... Не обутая в асфальт, в бетон... Ну, а с другой стороны, конечно, можно было и здесь как-то облагородить, хотя бы дорожку протянуть вокруг озера... Ну, здесь, видимо, произошла посадка деревьев... На этой стороне... Думаю, со временем и здесь доделают... Все-таки красивое место для отдыха... Спокойное, тихое озеро... Утки крякают... Так что можно сделать... Довести до конца... До ума, как говорится... Ну, там уже дальше... Асфальт дорожки начинается... Вот... Таким образом, мы практически заканчиваем это наше путешествие в парке Ашман... Сейчас будем выходить... Ну, вот, друзья, такой краткий репортаж... С парка Макса Ашмана... Пишите, комментируйте, что думаете по этому поводу... По поводу, как сделали здесь ремонт... Как сделали парк... Нравится ли вам в этом парке бывать... Пишите, комментируйте... Всем всего хорошего... До новых встреч на канале...